Об этом творении должен узнать каждый. Россианка прожила 30 лет в Италии и вернулась в Тюмень из чувства патриотизма. Через 3 месяца женщина поняла, что приняла, мягко говоря, поспешное решение. Считаю, мне Бог помог вернуться в Тюмень. Пусть здесь будет холодно и некрасиво, но нам с дочерью красиво. На моей машине сейчас приклеена буква Z. Россия не Италия. Здесь я могу постоять за себя, за Z, за страну. Если завтра меня призовут на СВО, я пойду. Может это смешно для кого-то, но мне не жалко дать жизнь за страну. Да, я прожила 30 лет в Италии, боялась вернуться на родину. А сейчас думаю, спасибо тебе, Господи, так должно быть. Спустя 3 с лишним месяца я снова связался с Екатериной, чтобы узнать, не изменились ли ее планы на будущее. Скажем так, все нормально. Мы устроились на работу, мы живем, собеседница взяла паузу. Но мы с дочерью решили возвращаться. У меня были моменты, когда я останавливалась в машине и плакала от того, что скучаю по Милану. Было известно, что я итальянка, несмотря на то, что являюсь патриотом своей страны. Мы решили, как только погода наладится, метели прекратятся, поедем обратно на машине. Вот у меня лично вопрос. Как ты можешь быть патриоткой своей страны, если ты считаешь себя итальянкой? У меня было другое представление о родине. Я слишком много идеализировал. Например, я думала, что Россия впереди планеты, все по балету. А в Тюмени не оказалось ни одной приличной балетной школы. В Италии я выпускала детей, которых потом забирали в большой театр. Они уезжали делать карьеру в Америку. В Тюмени я устроил станциальную школу, где преподают хип-хоп. Еще у меня остался неприятный осадок от работы госучреждений. Я работаю в Доме культуры и вижу, с какой халатностью работают директора. Они живут припеваючи, а когда отчитываются, то просто пускают пыль в глаза. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокольчик и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо!